На прямой связи с нами из спортивного комплекса Крылацкая, комментатор телеканала «Россия» Дмитрий Губерниев и удивительный человек, конькобежец Никита Клевченик. Здравствуйте, Александр. Никита утверждает, что он может бежать по конькобежному овалу с одной и той же намеченной скоростью. Вот давайте и проверим Никиту в деле. На финише установлена специальная аппаратура, которая будет определять скорость Никиты. Необходимо пробежать первый круг. И вот задание для первого круга. Никите необходимо финишировать со скоростью 30 км в час. Пожелаем удачи нашему участнику. Никита Клевченя, «Россия». Удачи, Никита. Удачи, Никита. На старт. Внимание. Марш! Ну что, разгон уверенный, кстати, у нашего чемпиона. Эх, я хочу сказать, как здорово бегал его отец. Ну что, я хочу сказать, что наш герой очень уверенно работает по дистанции. Видно, что он совершенно не устал. Скорость контролирует очень четко. Напоминаю, что главное финишировать со скоростью 30 км в час. Финишная прямая остается у Никиты Клевчени. Топ! Ну, практически точно. Ну что ж, друзья, вот он наш талантливый молодой человек. Никита, это было блестяще. 30 км в час. То, что учитель математики прописал практически. Как тебе это удалось? Ну, я просто доверился себе и делал свою обычную работу, как и всегда. Ну что ж, первый круг пройден. А в задании для второго круга необходимо финишировать со скоростью 33 км в час. Итак, Никита, 33 км в час. Я готов. 33 км в час. Да, 33 км в час. Никита Клевчени, уважаемые друзья. Итак, ну что, на старт. Удачи. Успеха вам, Никита. На старт. Внимание. Марш! Ну, видно сразу, что значительно превышает предыдущий график наш спортсмен. Но, кстати, вот сейчас вышел практически, как принято говорить, друзья, на крейсерскую скорость. И что-то мне подсказывает, что с этим заданием, черт поберел, справится опять. Вот что значит генетическая предрасположенность к высокому спортивному результату. Проверим. И 32 км в час результат на финише. И справился, и не справился. Мы рассчитывали на 33 км в час, ты пробежал со скоростью 32 км в час, в погрешность уложился, но что-то пошло не так. Да, почувствовал на старте, что неудобно как-то встал, и пошло не так. Но третье сделаем? Да. Третье сделаем, уважаемая студия. Александр, пожалуйста, вам слов. И третье испытание для Никиты. Необходимо финишировать со скоростью 36 км в час, если это возможно. 36 км в час. Погрешность остается, плюс-минус один километр, но все-таки хотелось бы, чтобы ты уложился тютелька в тютельку. Что для этого надо сделать? Очень хорошо постараться и не волноваться. И все получится. Постараться и не волноваться. На старте Никита Клевченя. Шоу «Удивительные люди». Скорость 36 км в час. Никита, удачи. На старт! Внимание! Давай, Никита! Давай! Давай! Итак, финиш. Никита Кликсений! Успех! 36 километров в час. Браво! Браво! Аплодисменты! Никита! Тормози аккуратнее. Как они тут делают на кинкобежных коньках? Я не знаю, это упор. Оп, аккуратнее не падать. Я тебя поздравляю. 36 километров в час. Вот это уровень. Удивительные люди. Никита Кликсений, Дмитрий Губерник. Браво! Аплодисменты! Помашем. В студии ручка. У-у-у! Добежит ли Никита до финала или заветную путевку получит кто-то из его конкурентов, узнаем в конце выпуска. А пока продолжаем удивляться. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...